Чуть-чуть запозднились с выездом, а точнее не совсем чуть-чуть, а на целый час. Сейчас заехали на платную дорогу, чтобы не ехать по пробкам через всю столицу Уганды Кампала. Справа у нас было озеро Виктория, проехали. Вот так выглядит платная дорога в Уганде. Да-да, в Уганде тоже есть платные дороги, не удивляйтесь. Слева у нас поля, леса. Ну а перед нами хорошая асфальтированная дорога. Вообще дороги в Африке лучше, чем в России, как ни странно. Я думаю, связано это все с климатом, нет таких температурных перепадов. И если дорога асфальтированная, то обычно она всегда хорошая. Африканцы очень открытые и дружелюбные люди. Но вот лежачие полицейские у них очень суровые. Если у нас обычно ограничиваются одним лежачим полицейским, то здесь из широты африканской души... Так, насчитали пять лежачих полицейских. Тут очень большой лежачий полицейский. Так, и еще пять лежачих полицейских. Если у нас обычно вместо лежачих полицейских идет предупреждение, знак, да, там, снизить скорость 20 километров, то здесь все проще. На знаки, наверное, никто не смотрит, поэтому просто сначала перед лежачим полицейским, большим, ставят спиток маленьких лежачих полицейских. Здесь же вообще такое ощущение, что вся дорога состоит из лежачих полицейских, потому что мы в городе. Еще один. Воу! Мы находимся на экваторе в Уганде. Здесь проводится простой эксперимент с водой и силами Криолиса. Вот это южное полушарие. Наливают водичку, ложат цветочек, и он крутится против часовой стрелочки. Дальше мы идем в северное полушарие. Только что я пересек линию экватора. И также наливают водичку. И здесь она крутится по часовой стрелке. И третий раз наливают воду на линии экватора. Здесь с ней ничего не происходит. Цветочек просто засасывает вниз. Насчет туризма в Уганде. Мы видим вон белых туристов. По-моему, с Португалией, Испанией. Которые здесь также фотографируются. Туристов достаточно много я увидел за первый и за второй день. Конечно, не так много, как в Танзании или в Кении. Но, тем не менее, мы видим, что Уганда безопасная страна. Туристы едут сюда не только из России или Украины, из различных стран Европы, Северного полушария. Смотрите, видите, вот такие волосатые растения растут. Вы подумаете, что это просто, наверное, какие-то сорняки, но нет. Это плантации растения, из которого делают местные крыши. Не железные, а вот много таких домов есть местных. В отелях особенно любят такие аутентичные делать крыши. Также бумагу делают, плетут из них мебель. То есть такой строительный материал. Дорога в парк Винди из Кампалы за парком Винди. Больше 500 километров. Занимает почти весь день. Очень невероятно красивые пейзажи. Также холмы, как мы видим, распаханы различной плантацией бананов, ананасов, многих других растений. По дороге в Винди остановились, чтобы заснять символ Уганда, национальный символ Уганда. Это венциносный журавль. Он расположен на флаге Уганды. Так мирно пасутся в дороге наши журавлики. Красивые. Может показаться, что это национальный парк. Какие-то красивые дикие животные. Но на самом деле это обычный крупнорогатый скот. Угандийцев. Домашние коровы. С просто невероятными огромными рогами. Типичный пейзаж Уганды. Холм покрытый ананасами. Почему бы и нет. Мы в Африке. Слева у нас такой вот обрыв. Стена. Здесь почвы кислые. Ананас любит кислые почвы. Вон слева все склоны засажены ананасами. Эх, наемся сегодня ананасов. Остановились и дороги. Показать вам ананасы. Огромные плантации ананасов растут на склонах холмов. Урожай ананасов снимают каждые две недели. Это еще не дозрелый ананас. Само растение дает плоды примерно в течение 15 лет. Неплохой бизнес. Посадил ананасы. Приходи, снимай каждые две недели. Мне нравится. Посажу у себя. А это сахарный тростник. Вот так выглядит. Можно отрезать и пожевать. Много местных можно увидеть, когда они идут и жуют трубочку. Вот так выглядит сахарный тростник. Из которого, собственно, производят самый дорогой сахар. Считается, что темный черный сахар, он самый полезный. Поэтому самый дорогой в России. А в Африке только такой сахар. Самый полезный, самый дорогой. И самый дешевый. Единственный. Мы пересекли сегодня всю Уганду. И сейчас едем по неасфальтированной дороге. Наконец-то началась настоящая, аутентичная, нерафинированная Африка. Ту Африку, которую я так люблю. Сейчас мы... Как вы думаете, чем занимаемся? Просто едем? Нет. Мы совещаем приятно с полезным. Полезно это показать вам Уганду. А приятно это получить африканский массаж. Бесплатный причем. Так как вот это вот сотрясение, вот эта дорога, она очень полезно влияет на все ваше тело. Мягкий такой, равномерный массаж. Не нужно платить дорогостоящему специалисту. Приезжайте в Уганду за бесплатным массажем. Мы приближаемся к парку Бвинди. Пейзаж драматически изменился. Если раньше это были холмики, то сейчас это уже смело можно назвать горами. А горилл мы пойдем искать на самую вершину горы на высоту 2000 с половиной метров. Ведь не случайно же они называются горными гориллами. Время 7 часов утра и мы въехали в парк Бвинди. Парк известный, конечно же, своими гориллами. А вдоль парка люди высаживают чай вдоль границы с парком. Дело в том, что если посадить бананы или какие-то другие деревья, то будут приходить бакуины. Они будут разрушать, наносить ущерб посадкам людей. Соответственно, будут страдать сами и люди, и бакуины. Так как люди будут с ними бороться. Ну и могут притащить различные болезни от людей в лес. Тем же гориллам, которых осталось совсем немного. Мы приехали к воротам Рохиджа. Как все происходит? Всех туристов распределяют по семьям горилл. То есть какие семьи они будут смотреть? Мы поедем смотреть, пойдем точнее смотреть семью Орузогу. Есть еще другие группы. Вот там группа туристов пойдет смотреть другую семью горилл. С нами пойдут рейнджеры. Туристов достаточно много, около 20 человек. К одной семье может пойти не более 8 человек. Ну и соответственно, в зависимости от количества туристов, распределяют по группам, к какой семье сколько человек пойдет. В данном случае нам повезло. По сути мы пойдем вдвоем. От члена семьи. Угадайте, кто здесь босс. Я думаю, легко догадаться по серьезному виду брутального самца слева вверху, что он глава семьи. Мы пошли навстречу гориллам. Ищем семью горилл. Только что видели свежий помят горилл. Фактически еще дымящийся, пахнущий. Как все происходит? Впереди идет вооруженный рейнджер. За ним гид группы. Вот эта вот прекрасная женщина. Дальше портер. Портер вы можете не брать, но я рекомендую взять. Так как склоны очень крутые. Он несет ваш рюкзак, помогает вам подниматься и спускаться. И сзади также идет еще один рейнджер с автоматом. Оружие для того, чтобы отпугивать диких зверей. Так как здесь водится, во-первых, не только гориллы, которые привыкли к человеку, но и дикие гориллы. Всего у нас 52 семени горилл. Из них 21 привыкли к человеку, остальные еще нет. Ну, есть еще и слоны здесь. Поэтому, чтобы, если случится какая-то неожиданная встреча, рейнджер может оружием отпугнуть зверей нежелательных. Буквально в трех метрах от меня находится самец огромный Карим. Это лидер группы, лидер семьи. Смотрите на его покучую спину. Кажется, мы с моим тренером... С тренером филонили, смотря на его спину. Меня смотрим в Krist's. Кажется на него, микрофилонии, Пришли за гориллами, а нашли пятачка. Плантация чая в переднем плане. Здание строящийся это будет Лодж прямо на границе с парком в Индии. Можно будет ночевать и смотреть горилл. Субтитры создавал DimaTorzok Отличное средство передвижения. Можно не нанимать фитнес инструктора, заниматься вот на таком байке. Делайте так три раза в день и все будет у вас хорошо. Байк очень технологично между прочим. Сделан из разных кусков дерева. Это не знаю как на русском Fireflame 3. Покрышечки, амортизаторы, крылья. Тормозная система. Вот едет. А теперь затормозили. Вот такая тормозная система. Сидение. Здесь протектор на покрышках. Все грамотно сзади. Впереди, чтобы лучше катилось без протектора. Крыло, чтобы у вас на большой скорости не обдавало грязью. В общем, ребят, приезжайте в Уганду. Харли Дэвидсон позавидует. Спасибо. 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 По дороге из леса Бвинди, где мы смотрели горилл, решили остановиться, чтобы показать вам плантации чая. Все, что позади меня, это плантации чая. Как происходит процесс сбора и приготовления чая для продажи. Значит, смотрите. Вот эти три листочка. Всегда снимают первые три листочка, отрывают. Вот пример. Если его оторвать, это идет как раз на переработку. Если вы будете использовать вот эти листочки, то это уже считается чая низкого качества. Они уже грубые. Соответственно, снимаем вот эти листочки. Дальше отправляем под пресс. Местные жители снимают, несут на фабрику. Фабрика тоже такая доморощенная. Там прессуют и сушат. Сушат в простых печах на огне. Дальше пропускают сквозь сито и, соответственно, получают разные сорта чая. Либо порошковый, самый тонкий, либо мелко листовой, либо крупно листовой. И, в основном, все это идет на экспорт. Находимся в отеле Mahagoni Springs. У подножия горы, на которой находится парк Бинди. Сейчас я вам покажу границу парка Бинди. Видите? Лес. Вот это и есть парк Бинди. А поле рядом с ним, это уже человеческие угодья. Ну, соответственно, вот эта граница по полю и лесу есть наискосок, который уходит справа налево. Это и есть граница парка Бинди. Вот это и есть граница парка Бинди. «H üб?» «Х подтверкать б M». Г과� «Х quê?」 «Хват страшно». Но региама. Граница парка М vềорма. 수, «Х 주세요». Ф�� «Х …» «Хорошо». Ф PrepIX — «Холодцы нашлись». Ф — Фрага. Фрага. «Хорошо». Фрага. Фрага. Теперь дhesа гринать objective. Валютizi на рanny в злату фами fod Îлч看到 у нь frihопов. Southeast «Х». Фрага. София р美 Рапку. Фрага. Для заболевания. fian»